всем доброго времени суток сегодня мы поговорим о подготовке к работе на социальной сети facebook для того чтобы проводить командную работу естественно вам нужно для начала зарегистрироваться если у вас еще нет данной страничке регистрация здесь довольно таки простая вы переходите по ссылочке facebook.com ссылочка будет под видео и просто пишите вот здесь имя можете свое можете вымышленное как вам угодно фамилию здесь номер телефона или электронный адрес почты я пишу сюда адрес электронной почты здесь также повторяю адрес электронной почты в этом месте здесь указываю свой пароль все вот это заполняете указывайте дату рождения можете вымышленную можете свою как вам угодно да и какой у вас будет так женский или мужской тоже смотрите сами после этого нажимаете кнопочку создать аккаунт после того как вы сюда нажмете ваш аккаунт будет создан после этого вам будет необходимо войти в свой аккаунт для этого вот здесь пишем адрес электронной почты которого здесь указывали и пароль и нажимаю кнопочку вход и вы попадаете на свою страничку сожалению она у вас пока будет не заполнена нажимаем на свое имя и здесь у вас будет все пусто и полностью здесь будет пусто первое что вам нужно сделать это заполнить профиль и настроить первое это ставим себе аватарочку для этого наводим на на вот этот квадратик и здесь будет загрузить фотографию вы на нее нажимаете вас открывается такое окошечко нажимаете загрузить фото идем где у вас ваша фотография либо какую вы хотите поставить выделяете и нажимаете открыть она у вас загружается и здесь вы можете немножко вы подредактировать то есть переставить туда-сюда просто левой кнопкой мыши нажали и перетаскиваем да также можно и увеличить за этот ползу ночью или уменьшить из как вам будет угодно я и сделаю так опускает и нажимаем кнопочку сохранить все обновилась у вас вот здесь уже появится фотографии и вот здесь то что будет обновлено фото профиль дальше задний фон все то же самое вот здесь нажимаете загрузить фото обложки можно выбрать из моих у вас там ничего не будет загрузить фото нажимаете также выбираете какую-нибудь картиночку давайте выберем 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 вот это нажимаем открыть она вас загружается здесь также левой кнопкой мыши нажимаете можете ее перетаскивать туда-сюда как будет вам угодно и нажимаем сохранить изменения я сейчас не буду меня просто вы нажимаете сохранить и у вас она здесь сохранится дальше вам нужно заполнить всю вашу информацию то есть нажимаете кнопочку информация и вот здесь вот надо заполнить все ваши данные редактировать работа и образование место работы можете здесь указать все что угодно менее навыки тоже заполняете указываете все что угодно где учились можете придумать сами можете реальные поставить также школа где вы учились все заполняете обязательно затем место где вы же места где вы жили выбираете здесь родной город у вас будет редактировать сюда пишите просто какой-то город вот у вас ведь уже высвечивается который нужен и выбираете его и все дальше идем контактные основная информация здесь указываете свой адрес тоже можете указать указать вымышленный либо свой смотрите сами на ваше усмотрение здесь район вашего города еще раз повторяю это все на ваше усмотрение правильно вы будете здесь писать или нет реальные ваши адресы или нереальный но он должен быть заполнен обязательно мобильный телефон тоже по желанию если будет мобильный телефон если вдруг заблокирует будет разблокировка проще также публичный ключ я не знаю что такое поэтому я его не добавлял здесь добавляете свои веб-сайты то есть можете добавить любой сайт нажимаете добавить сайт и здесь указываем адрес сайта я вот давайте укажу сейчас свою реферальную ссылочку на наш проект я копирую и сюда вставляю и нажимаем сохранить изменения все видите ссылочка моя ссылочка реферальная она сюда встала здесь также можно добавить ссылочки на свой профиль в социальных сетях вы идете на свою страничку вк и и копируете вот ваш айди вот этот вот то есть от слэша и до конца с буковками айди копируем и сюда вставляем только вот эту часть больше ничего не надо дальше добавить еще одну соцсети я добавлю youtube вот выбираю youtube иду на свой канал и вот здесь вот я беру вот эту окончание копирую у вас здесь будут просто цифры если вы ничего не меняли у меня вот такое копируем все циферки и вставляем сюда так же я еще хочу добавить skype выбираю из списка skype и пишу все написали свой логин skype и нажимаем сохранить изменения и смотрим то есть перейдя пвк переходим на свою страничку перейдя на youtube мы также попадаем на страничку канала и также skype ну skype просто копирует люди и вставляют к себе в поиск дальше здесь значит указываем но это у вас уже было указано то есть дата рождения год рождения у вас здесь будет все указано пол и интересуют здесь то вас интересует женщина или мужчина также можно добавить именины добавить язык но это уже можно не добавлять в принципе это уже на ваше усмотрение вот эти последние четыре так семья и отношения здесь также можно нужно вернее семейное положение указать то есть в браке выбираете из списка и нажимаем сохранить изменения укажите родственников но это если у вас кто-то на фейсбуке есть ваши родственника какие-то вы можете их также указать у меня здесь никого нет поэтому я не указываю дальше информация вас здесь указываете немножко какую-то информацию о себе все себе кратко чем вы занимаетесь там ну заполнить тоже желательно это все это другие имена можете указывать можете нет это тоже на ваше усмотрение ну и цитаты можно какие-то ваши любимые указать да также события из жизни здесь у вас будет вот вы как будете заполнять вас здесь это все будет отображаться можете добавить еще какое-то событие после того как вы все это заполните нажимаете обратно на свое имя и здесь у вас уже это все будет видно дальше переходим в настройки нажимаем вот этот вот такой треугольничек и переходим настройки здесь ваше имя можете отредактировать можете оставить и у меня английском здесь написано еще раз здесь можете поменять ссылочку на свою страничку то есть чтоб она у вас выглядела facebook.com слэш не много-много непонятных цифр а именно ваше какой-то имя например вот сюда вы его вписываете и у вас будет показано занято оно или нет например если я сделаю просто максим сейчас он не покажет что это уже за используется поэтому вам надо будет сюда подобрать такое чтобы не использовалось после этого нажимаем сохранить изменения здесь значит ваш основной будет email адрес здесь тоже будет адрес это вам ничего не нужно будет выполнять вот здесь можете менять пароль также нажали редактировать вставляете текущий пароль и два раза новый то сюда новый и сюда подтверждаете еще раз после этого нажимаете кнопочку сохранить изменения обновлять где-то раз в месяц этот пароль желательно и так далее идем режим безопасности здесь в принципе кое-что немножко только изменить вот здесь это откуда вы вошли да здесь можно ничего не менять просто смотреть откуда вы входили ваши не ваши адреса здесь тоже ничего не надо вход по фото профиля тоже ничего не ставим все как есть вот здесь это обязательно включаем уведомление то есть если кто-то входит в аккаунт с кого-то другого устройства или браузера вы будете получать уведомление на адрес электронной почты то есть галочки ставим получать уведомление и отправлять предупреждение на почту здесь можете еще один какой-нибудь адрес поставить или мобильный телефон ну в принципе основного достаточно это если кто-то зайдет в ваш аккаунт с какого-то другого IP адреса с другого браузера вам придет уведомление то есть и вы сможете посмотреть если это вы то ничего страшного если не вы заходите и меняете пароль здесь в принципе тоже ничего не можно не менять двухэтапную модификацию можете включить конечно можете не включать это тоже на ваше усмотрение у меня выключено но вы можете включить если хотите остальное остальное ничего вам здесь трогать не нужно конфиденциальность вот здесь вот эти важные настроечки нужно будет сделать смотрите кто может видеть ваши публикации обязательно делайте доступно всем кто может с вами связаться вот здесь вот тоже пишите что все то есть любой человек может добавить вас друзья ну отправить вам запрос вы уже будете его подтверждать здесь ставим все и кто может меня найти вот здесь вот тоже ставите все здесь также ставите все и в последнее что поисковые системы вашу страничку видели и она появлялась в google в яндексе здесь тоже надо поставить галочку в принципе вот так должно выглядеть доступно всем вот эти две оставаясь как у вас есть здесь то есть везде все и здесь да так хроники и метки вот здесь то тоже кое-что нужно поднастроить кто может делать публикации моей хроники то может писать вам на вашей странице сообщение здесь кто может писать вот в этом месте на стене на вашей вставляйте только я то есть больше чтобы никто там не писал что писали только вы а вот здесь вот ставите включена надо поставить то есть если кто-то отметить например вас на фотографии прежде на какой-нибудь да или там на видео или еще где-то сначала к вам идет на модерацию вы можете посмотреть если вы там на это фотографии или нет или в этом видео и либо отменить эту метку либо оставить здесь обязательно включайте дальше наш кто может видеть материалов хроники кто может видеть публикации в которых вы были отмечены да то здесь тоже так как у вас включена моя модерация то есть вы можете посмотреть кто может это правильно у вас отмечены или нет принципе здесь можно сделать только друзья это ничего страшного нету но я рекомендую поставить все так как вы посмотрите если вы на фотографии есть либо вам нравится что на это там ком-то изображение ваше ваше меточка стоит опускай будет то есть вы подтвердите если нет то вы отклоните просто здесь оставляем все кто может видеть что публикует ваши друзья но здесь так как вы поставили только я помогу публиковать свои хроники здесь в принципе можно тоже ничего не менять здесь тоже оставляете как есть вот эту тоже штучку надо включить обязательно тоже включаем но это вот с этим они одинаковые здесь если на какой-то другой фотографии вас где-то отметили а здесь если вот на вашей стене поставили метку до вас то вы тоже вы сможете модерировать и сначала либо отключить ее отклонить вернее либо подтвердить поэтому здесь ставите clás kombi причину вот здесь то можете оставить пусть только друзья и здесь тоже оставляете друзья то есть вот примерно должно быть так только я включена здесь все-все ключе но друзья друзья здесь заблокировать но здесь можете ввести пользователи имя и заблокировать его языки здесь выбираем ваш язык какой у вас основной то есть у меня русский место и труски из по вас там украинский знаю английский китайский французский здесь нажимаете и выбирайте основной язык также из списка больше здесь ничего не менять уведомление ну здесь смотрите тоже по своему усмотрению я здесь вообще ничего не трогал в принципе остальное остальное больше ничего я не трогал в принципе на стадии регистрации и настройки у меня все все заполнили все оформили на сегодня у меня все всем пока и и и и и и Продолжение следует...